Искон Синема представляет Подобное Солнцу Пять тысяч лет назад в Индии, на берегах священной Ганги, собрались многочисленные мудрецы и святые. Они прибыли из разных уголков мира, чтобы стать свидетелями последних семи дней жизни великого преданного, царя Парикшита. Царь отрекся от своих несметных богатств, желая посвятить остаток своих дней достижению духовного просветления. На этой встрече Шукадева Госвами, самый возвышенный из присутствующих мудрецов, рассказал об играх и учении Господа Шри Кришны, Верховной Личности Бога. Он изложил все стороны знания, начиная с сотворения материальной Вселенной и кончая культурой духовной жизни, а царь и мудрецы, затеив дыхание, слушали его. Его поучения, известные как Бхагавата Пурана или Шримаат Бхагаватам, были записаны на древнем языке санскрите, и сама Бхагавата прославляет их. Эта Бхагавата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочее, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежество века Кали. На протяжении веков эти учения о Господе Шри Кришне передавались без искажений от Духовного Учителя к ученику. Шрипада Мадавачария, Шри Чайтания Магапрабху, Госвами Вриндавана, Шри Ла Бхакти Винод Такур, Шри Гора Кишор Дас Бабаджи, и в начале 20-го столетия Шри Ла Бхакти Сидганта Сарасвати Такур, который наказал своим ученикам проповедовать сознание Кришны по всему миру. Его особым желанием было распространять литературу о сознании Кришны в западных странах. Его ученик, его божественная милость Ачия Бхакти Винод Та Свами Прабхупада, сделал исполнение этого наказа целью своей жизни. В 1966 году он основал Международное общество сознания Кришны ради осуществления всемирной проповеди. Затем в целях издания книг на разных языках мира он основал Бхакти Винод Та Бук Траст. Шри Ла Прабхупада является автором всех этих книг. Он снискал себе славу самого выдающегося в мире ученого и учителя ведической философии и культуры. Делая перевод к каждому санскритскому стиху, он пользуется книгами с комментариями предшествующих духовных учителей, и после чего дает подробное объяснение тексту. Шри Ла Вишвана Чакрварти Тхакур говорит в этой связи об отличии Верховной Личности Бога и обычного живого существа. Об этом говорилось в предыдущем стихе. Комментарий таков. Верховный Господь всемогущ и всеведущ. Ему известно все, но живое существо по сути не знает положение Верховной Личности Бога. В этом разница между Верховной Личностью Бога и обычным живым существом. Теперь, взяв за образец один стих, мы проделаем целое путешествие, наблюдая за процессом публикации книги, начиная с перевода Шри Ла Прокупады и кончая ее распространением по всему миру. Эта Бхагавата Пурана сияет словно солнце. Она взошла сразу после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочее, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежество века Кали. и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От производственного руководителя рукопись попадает в отдел санскрита. Продолжение следует... Здесь мы видим процесс латинской транслитерации древнего текста. Редактор добавляет диакритические знаки для правильности произнесения. Это Бхагавата Пурана сияет, запятая, словно солнце, точка. Она взошла сразу после того, запятая, как Господь Кришна, запятая, сопровождаемой религией, запятая, знанием и прочее, запятая, удалился в свою обитель. А редактор английского языка проверяет в рукописи правильность пунктуации, грамматики и орфографии. Он диктует исправленный текст на кассету. Затем запись транскрибируется. В наборном цеху преданные перепечатывают текст на компьютерах, который переводит каждую букву в электронный код. Коды записываются на магнитную ленту. Так можно составлять книги на любом языке. Магнитная лента с закодированной информацией теперь вставляется в электронный компьютер. Закодированный импульс из ленты загружается в банк памяти компьютера. Затем компьютер приводит в действие фотонаборную машину. Наборная машина преобразует записанные коды в светочувствительные оттиски на фотографической бумаге. После проявки бумаги в процессоре полученный снимок выглядит в точности как страница на готовой книге. Наборный аппарат может набирать более 2000 знаков в минуту. С такой скоростью весь Шримад Бхагаватам, изначально рассказанный Шукадевой Гаслами, можно воспроизвести за 24 часа. Макетчик подрезает фотобумагу под размер страницы и устанавливает ее на специальном столе. Затем страница снимается репродукционным фотоаппаратом. Ретушер закрашивает все пятнышки на негативе. Перед печатью книги со всех негативов снимают светокопии, после чего светокопии тщательно корректируются. В параллельной работе над текстом, художники Бхактивиданта Буктраста иллюстрируют стихи и комментарии к будущему Бхагаватам. Они начинают с карандашных набросков, изображая сцены в точном соответствии с описаниями. Эти рисунки посылаются Шриле Прабхупаде на одобрение, а затем переносятся на холст. Аккуратно и с преданностью мастера наносят масляные краски. Художникам приходится работать быстро, ориентируясь на скорость современных книгопечатных технологий. На завершение этой картины, к примеру, ушло около двух недель. Для производства репродукции готовую картину снимают специальной студийной фотокамерой. Показания цвета анализатора показывают, что цвета для финального отпечатка сбалансированы правильно. Техник Вайшнав программирует компьютерный процессор, который автоматически проявляет отпечаток. Затем изображение попадает на стол макетчика, где его масштабируют под нужный размер. Теперь книга готова к печати. На этой стадии проверяется соответствие цветов в страницах. Из типографии книги перевозятся на склад BBT в Лос-Анджелесе. Отсюда они рассылаются по всему миру. Преданные загружают тысячи книг в специальные авиаконтейнеры и в течение суток отправляются грузовым самолетом для срочных заказов. Субтитры создавал DimaTorzok Повествования, связанные с Верховной Личностью Бога, Господом Шри Кришной, являются найдревнейшими писаниями, известными человечеству, из поколения в поколение, оказывающими влияние на цивилизации Востока и Запада. Теперь, под руководством Шилы Прабхупады, Бхактивиданта Book Trust превратился в крупнейшего издателя и распространителя этих произведений духовной классики. На одном только английском языке издательство Бхактивиданты продало 30 миллионов журналов и 10 миллионов книг. Издательство поставило перед собой огромную задачу — опубликовать 60-томник Шимадбхагаватам, суть всего духовного и материального знания. Прекрасный Бхагаватам содержит рациональное и авторитетное объяснение конечного источника всего сущего. А потому эта трансцендентная наука предназначена для одухотворения всего человеческого общества. Еще одним важным изданием является 17-томное произведение Шричитане Чиритамрита. Оригинальные бенгальские стихи в переводе и комментарии Шилы Прабхупады описывают жизнь и учения Шричитане Махапрабу. Верховная Личность Бога, Кришна, явился как Шричитане Махапрабу, чтобы принести самый легкий и возвышенный путь постижения своего «я» в эту эпоху. Эти книги содержат оригинальные санскритские и бенгальские тексты, латинскую транслитерацию, пословный английский перевод, точный литературный перевод и комментарии Шилы Прабхупады. Книги также снабжены подробными словарями имен и терминов, предметно-именными указателями и указателями стихов, руководством по чтению санскрита и бенгали, а также многоцветными иллюстрациями и фотографиями. BBT также выпустила ряд небольших изданий в мягких, твердых обложках. В 1944 году в Индии Шилы Прабхупада начал издавать журнал «Обратно к Богу». Теперь его ученики продолжают эту работу во многих странах. Журнал на английском языке выходит ежемесячно миллионным тиражом, становясь таким образом самым популярным периодическим изданием по ведической философии и культуре. Его божественная милость является духовным учителем всемирного движения, поэтому его книги переводятся на 15 главных языков, включая испанский, французский, немецкий, китайский, японский, итальянский, шведский, голландский, португальский, польский, суахили, гуджарати, хинди и бенгали. «Бхагавадгита, как она есть» является самым широко продаваемым и востребованным изданием величайшей религиозной индийской классики на Западе. Около миллиона английских изданий этой книги уже нашли своих читателей. Книги Шилы Прабхупады изучаются в университетах и колледжах по всему миру. В одной только Америке 90% колледжей уже заказали эти книги для своих студентов, профессоров и библиотек. Гарвардские, Ельские и Оксфордские университеты возглавляют список престижных школ, подписавшихся на все 17 томов Шри Чайтани Чаритамриты и 60 томов Шримадбхагаватам по мере их выхода. По всему миру ученые прославляют литературные труды Шилы Прабхупады. Доктор Джей Брюс Лонг из Корнильского университета называл труды Шилы Прабхупады поводом для праздника. Доктор Дэниел Инглос из Гарварда сказал, «Я несказанно счастлив получить эти прекрасно изданные тома». Доктор Гарри Геллейт из Оксфорда написал, «Этот труд нужно беречь. Труд его послания ярким светом льется со страниц». Преданные в храмах Международного общества Сознания Кришны каждый день изучают книги их Духовного Учителя. Свои жизни они посвятили тому, чтобы познакомить все человеческое общество с учением Сознания Кришны. Харе Кришна, сэр. Могу я отнять у вас минуту? Да, конечно. Я из храма Кришны. По просьбе своего Духовного Учителя, Его Божественной Милости Ачеба Активданты Свами Прабхупады, мы издаем эти древние книги, содержащие трансцендентную науку, теперь доступную западным людям. Здесь повествуется история жизни и деяния Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны. Я покажу вам один очень хороший стих, который дает общее представление об этой книге. Он гласит, «Это Бхагават Пурана сияет, словно солнце. Она взошла сразу после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочее, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежество века Кали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok